Добрый день, друзья! Видео про уровни Фибоначчи и про то, как прямо сейчас по ним ходит биткоин. Я просто в восторге от них. Как-нибудь, наверное, сниму еще одно более развернутое видео про то, как биткоин исторически по ним ходил. Обязательно посмотрите видео на моем канале в разделе «Крипто» на плейлисте «Крипто» или в группе в Телеграме, вы можете его найти легко. Это видео про то, как чертить уровни Фибоначчи, как я их здесь черчу. И посмотрите, что происходит. Сейчас люди многие в недоумении. Куда пойдет биток? Туда, сюда. Почему? Это для многих является шоком. Конечно, рынок всегда непредсказуем, и мы не знаем будущего. Но посмотрите вообще, что происходило. У нас был импульс. Сейчас мы находимся на дневном графике. Импульс. Импульс – это когда идут свечи, которые не корректируют друг друга до уровня 0.5 по Фибоначчи. То есть они идут, идут, и это своего рода оттягивающаяся резинка, напрягающаяся пружина. Мы видим, что был импульс. Я его не буду сейчас вам подробно объяснять. Скажу, что вот он начался. Вот здесь, примерно возле белой точки. Давайте посмотрим, докуда он дошел. Он дошел у нас приблизительно... Вот я начертил Фибоначчи. До уровня 68 853. И дальше этот импульс, естественно, пошел корректироваться. Посмотрите, куда он скорректировался у нас. Он должен, по идее, скорректироваться до уровня 0.5 или до уровня 0.618. Он скорректировался до уровня 0.5. Посмотрите, практически до него. Походил туда-сюда, походил. Потом пошел, пробил уровень 0.5, пошел к уровню 0.618. На данный момент он пошел к уровню 0.382. И сейчас он от него отскочил. То есть уровень 0.382 – это 58 102 доллара. И сейчас он у нас отскочил от этой отметки. Очень аккуратно от нее отскочил, как можно видеть. И сейчас 57 тысяч. Этот уровень 0.382 тоже является своеобразным уровнем сопротивления. Это не значит, что его не может биткоин, естественно, пробить. Но он его в данном случае не пробил. И большая вероятность сейчас отскока опять вниз. К тому же локально последние дни биткоин, мы видим, находится в нисходящем тренде. Опять же, это не значит, что он не может быть пробит. Сейчас на рынке страх. Возможно, он будет пробит, и тогда не будет импульс вверх. Этот маленький нисходящий канал. Но, тем не менее, посмотрите, что происходит с уровнями. То есть, чтобы новички в этом вопросе понимали, еще раз озвучу. Для импульса абсолютно естественно корректироваться. Рынок так работает. Импульс-коррекция, импульс-коррекция. Иногда импульс бывает маленький. Одна свеча. Но в данном случае мы имеем дело с огромным импульсом, который не корректировался в течение многих дней. Если мы посмотрим, то это было где-то с сентября. Начался у нас этот импульс с конца сентября. Примерно с 30 сентября. И вот он шел, 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 шел у нас. И потом дошел до all-time high. И сейчас он корректируется. То есть, то, что сейчас происходит, это совершенно еще не повод для panic sale, для панических распродаж и так далее. То есть, сейчас происходит абсолютно естественный и, так сказать, гармоничный процесс. Биткоин корректируется после импульса. Это ничего не говорит о том, конечно, что не может пойти еще ниже и так далее. Но я вам хочу сказать, что даже если он пойдет до уровня, вот мы видим, еще раз, 51 640 долларов, то есть 460, извиняюсь, это все еще будет лишь коррекция этого импульса. То есть, это будет естественный процесс, которого следовало ожидать. Если бы импульс был выше, то коррекция была бы еще глубже. Обычно, докуда может он упасть? Он даже может упасть до 46 300, это уровень 0,8. Иногда после импульса вот такое падение происходит. Это еще, опять же, не значит, что мы все вошли в медвежий рынок, как некоторые пишут и так далее. То есть, смотрите на уровни, смотрите, что происходит. И будьте мудрыми, не поддавайтесь панике. Смотрите, когда ситуация действительно выходит, так сказать, из-под контроля, ну, конечно, она всегда не в нашем контроле, когда действительно мы видим, что все, пошел глобальный спад. Но когда происходит всего лишь коррекция импульса, еще рано говорить о каком-то глобальном спаде. А что же может произойти дальше? Если бы сейчас было время, я бы вам показал, как биткоин раньше отрабатывал свои импульсы. А дальше могут быть цели. И смотрите, цель у нас номер один. Это уровень минус 0,618 по Фибоначчи. Вы видите, это 86 тысяч. 245 долларов. Это после импульса очень большая вероятность, что сюда он дойдет. Но, конечно, после таких глобальных импульсов это не факт. То есть, тут слишком много факторов. Потом следующий уровень, это у нас 114 тысяч. И уже может быть теоретически возможно, что даже в рамках этого импульса, коррекция импульс, он дойдет до уровня 142 тысячи. Опять же, это не значит, что он через неделю туда дойдет. Это не значит, как вы видите, импульс, коррекция импульс, но он ходит по промежуточным уровням туда-сюда, туда-сюда. Потом его продавливает вниз, он пробивает уровень, пытается вырваться наверх. То есть, мы должны быть к этому готовы и не паниковать. Мы должны иметь стратегию и действовать по ней. Кстати, что интересно, вот последние дни киты закупаются. Здесь тоже это вижу по индикатору. Киты закупаются. То есть, происходят крупные покупки. Буквально последние 5 дней. Что тоже, конечно, намекает на рост. Но, опять же, он может произойти после того, как биток еще раз пойдет на 51 тысячу. Конечно, все будут в диком ужасе. И сейчас уже на рынке страха. Тогда будет вообще просто, наверное, паническая распродажа. Так что он может упасть еще ниже. А потом спокойно по уровню Фибоначчи, по золотому сечению пойдет вверх. Вот такая вот очень любопытная информация. Если вдуматься по этому, советую подписываться на канал, ставить палец вверх. И до встречи в новых видео, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok